Здравствуйте, товарищи студенты, согласно учебному плану, согласно расписанию занятий, мы с вами продолжим занятие по предмету чрезвычайной ситуации гражданской защиты. Значит, то есть мы сегодня будем, значит, с вами изучать четвертую тему. Тема четвертая называется «Классификация чрезвычайной ситуации. Чрез возникающую республику Узбекистан». Значит, прошу вас обратить внимание на презентацию этого материала. Значит, можете взять, как говорится, в вашей рабочей тетради, то есть конспектной тетради, а также ручкой. Пишите сегодняшнюю, значит, тему. Значит, первое, значит, это классификация, согласно постановлению Кабина Республики Узбекистан. Как говорится, может возникать у нас в Республике Узбекистан следующий, выше, чрезвычайная ситуация. Это первое, чрезвычайная ситуация техногенного характера, второе, чрезвычайная ситуация природного характера, третье, чрезвычайная ситуация экологического характера. Значит, вот мы с вами записали учебный план, значит, насчет литературы может воспользоваться, вторник воспользоваться литературы, значит, Халилова-Горбан, значит, гражданская защита называется, тоже у нас есть Таджиб и другие, значит, чрезвычайная ситуация гражданская защита, это выпущена литература в Техническом университете ДО в 2012 году, а также есть у нас Разыков и Макамбаев, значит, чрезвычайная ситуация гражданская защита в железнодорожном транспорте, выпущена в 2019 году, значит, в Ташкентском транспорте университета инженеров, железнодорожников, тоже в институте, в железнодорожном институте. Целью усовершения системы защиты населения территории о чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера Кабинета Министров Республики Узбекистан, то есть постановлением 455-й от 27 октября 1998 года, о классификации чрезвычайной ситуации техногенного и природного и экологического характера, была утверждена классификация указанной ситуации. Согласно данному постановлению территории в нашей стране официально было утверждено 7 видов чрезвычайной ситуации, которые могут возникать в Республике Узбекистан. Это 3 родновидности чрезвычайной ситуации природного характера, 3 родновидности экологического характера, 3 родновидности чрезвычайной ситуации, которые могут произвести пострадание людей, а также привести большое количество ущерба. Вот это все является чрезвычайной ситуацией. Мы ранее изучали, что такое чрезвычайная ситуация. Эта ситуация возникает в ином местах, которые проводят материальные ущербы, гибели населения и длительное время выхода населения, жизни населения. Вот это является чрезвычайной ситуацией. Значит, чрезвычайная ситуация техногенного характера. Это че? Это транспортные аварии. Мы с вами изучали. Второе, это, например, катастрофа, аварии, крушение железнодорожным транспортом. Следующее, катастрофа, авария, например, в автомобильном транспорте. Следующий, например, как говорится, внезапно катастрофа аварии пожара на станции туннелях метрополитена, Политена привлекающая, гибель людей, травма, даже ущерба материальной ценности. Следующий, пожары, авары, взрывы в объектах, например, взрывоопасных пожарных объектах, например. Следующий, аварии, например, пожары, как говорится, в туннелях и других местах, например. Следующий, например, аварии ГЕС-ГРЕД, то есть гидротехнические сооружения. Вот у нас была ситуация, 1 мая 2020 года, значит, авария водохранящая Сардопа. Это тоже является через техногенного характера. Следующий, аварии энергетической коммунальной системы, мы с вами изучали, например. Следующий, внезапное разрушение зданий, канистров, школ, больниц, кинотеатров, общественных, социальных назначений или жилых домов и других местах, например. Следующий, например, аварии, связанные с использованием и хранением радиоактивных других опасных или экологически вредных веществ, например. То есть аварии, где работают радиоактивными веществами, например. Следующий, например, утраты радиоизотопных изделий, например. Вот тоже может быть через техногенный характер. Следующий, гидротехнический катастрофа, это, как говорится, наводнение, штурмовые ветры и другие снежные лавины, другие. Следующая, чрезвычайная ситуация, природного характера. Природного характера, первое, значит, это, как говорится, землетрясение, привлекающее с собой человеческие зельства, разрушение административных зданий, жилых зданий, энергии снабжения или, как говорится, выход из трожи всех последневных жизней необходимых объектов, например. Меры безопасны при возникновении землетрясения, что это при землетрясении запрещается пользоваться, зажигать спички, не выходить из здания до завершения талшки, чувствуют талшки необходимые быстро, при завершении талшки быстро покинут здания, например. Следующая, как говорится, спрятаться под, как говорится, столов, например, или, например, в крае двери, в таких местах, например. Следующая, оплазня, горный обвал. Оплазня, это скольчайся смещение масс горных пород склонов под влиянием селитажащих, например. Это, как говорится, заранее гидротехния, это геологическая разведка при местах, где ожидается оплазня. Это вывести людей, эвакуации людей, животных, а также подготовиться к спасательным работам. Следующая, селе, это бурный грязевой и грязокаменный поток, состоящий из смеси воды с обломкой горных пород, вызовно возникающие в осенне горных рейсов. Например, вот наша республика Узбекистан в горных местах в весное или осеннее время, как говорится, произойдет селевые потоки. В некоторых районах, например, людей вывозят, значит, безопасное место. Селевые потоки можно сильно повлиять на дележную дорогу, например, или, например, транспортную дорогу, или сильно может повлиять, значит, посылные места, например, сильно повлиять населенные пункты, например. Меры безопасны, вы знаете, заранее прогнозирование или, как говорится, вывести людей в безопасное место, например, подключать силы и средства, чтобы меньше потерь было, например, то есть со стороны людей, со стороны животных, например. Вот, например, при аварии Сардовы, значит, по расчету МЧС, значит, погибло около 2-3,5 тысячи, значит, как говорится, животных, например, коров, быков, которые люди сами ушли, значит, убегали из своих дома, чтобы спасти себя. А вот это вот не разъезжали, значит, они остались под водой. Это следующее еще, снежные лавины буры, например, которые бывают, например, в осенне-весенних местах. Следующее, например, эпизодия, например, это распространение заболеваний среди, как говорится, животных, например. Следующее, эпидемия, это заболевания людей, например, вирусными заболеваниями. Вот, например, в настоящее время в нашем республике во всем мире, значит, люди болеют, значит, как говорится, COVID-19, тоже это вирусные заболеваниями, которые некоторые люди пострадают, некоторые люди погибают, например, сильно повлияют в повседневной жизни населения. В долетельное время мы находимся в карантине, например. Вот, следующее, эпифитотия, это распространение, значит, как говорится, растений, то есть распространение, значит, болезненные среди растений. Вот это вот все является ЧС природного характера. ЧС природного характера. Следующее, бешенство, следующая, например, эпидемия, Кейгинс, эпифитотия, инфекционные заболевания. Это все, все, все касается, как говорится, ЧС природного характера. Над ним надо бороться и быть готовым при возникновении ЧС, как говорится, природного характера. Или, например, отравление, например, это эпидемиологическая ситуация, например. Или распространение болезненных среди растений, например. Вот это все, как говорится, является ЧС природного характера. Следующая, ситуация связана с изменением суши, почвы, например. То есть изменение почвы, суши, земли, например. Загрязнение почвы, например, ЧС природного характера. Это связано с природой, например. Ситуации связаны с свойствами атмосферы, воздушной среды. Это все уже выходит через экологический характер. Через экологический характер, значит, вот у нас явный пример. Например, как говорится, у нас, как говорится, уменьшается вода в Раде, например. Очень много людей страдает, поближе живет. Это такая республика Каракал-Пакстан, республика Арезом, например. Бухарская область, Волхандаревская, некоторые образца, например. Появляется, как говорится, на почве, значит, как говорится, очень много соли. Вот это все является экологического характера. Или уменьшение озонного слоя, например, ЧС экологического характера. Резкое уменьшение питью воды, это ЧС экологического характера. То есть, ЧС экологического характера связано, как говорится, в нашей окружающей природе, например. Вот это все является часть экологического характера.